Я уже присоединился к нашему эфиру Богдан Литвин, координатор движения «Весна». Богдан, приветствую вас. Да. И прежде чем мы с вами начнем обсуждение этой темы, хотелось бы также озвучить еще некоторую информацию о том, что сегодня происходит в России. В российском Краснодаре силовики задержали супружескую пару. Эта пара просто сидели себе в ресторане, разговаривали и обсуждали войну Российской Федерации с Украиной. Об этом пишет Российское средство массовой информации. Сообщается, что Росгвардия задержала супругов Олесю и Алексея Овчинниковых просто за то, что они в ресторане обсуждали так называемую специальную военную операцию, а также военные преступления солдат Российской Федерации и наемников ЧВК «Вагнер». Диалог супругов попросту не понравился другому посетителю. Он решил доложить в полицию. И вот издание «Кавказ Реали» пишет, что приехавшие на место силовики задержали супругов, уложив их на пол и надели на них наручники. В таком положении их удерживали примерно полчаса. Силовики заявили прямо, что причиной задержания является антивоенная позиция пары. Олесю Овчинникову отпустили после составления протокола. Супруга ее оставили в изоляторе временного содержания до решения суда. Ему грозит штраф до тысячи рублей или до 15 суток административного ареста. Об этом говорится в материале издания «Кавказ Реали». Не закрой свой рот. Я не закрой свой рот. Слава Боже, Украине. Героям слава. Слава Боже, Зеленскому. Пошли, пи***цы. Ну и, собственно, давайте обсудим этот случай, потому что на самом деле люди просто себе сидели в ресторане. Они просто обсуждали. Да, они, конечно, высказывали несогласную позицию, но едва ли обсуждение пары в ресторане может каким-то образом угрожать режиму Путина, может каким-то образом угрожать неуспехом-успехом специальной военной операции в огромнейших кавычках. Для чего это делается? И кто это делает? Это на самом деле указание сверху или это уже такое своеволие, скажем так, органов, которые на всякий случай таким образом решают наказать или показать, что вот с несогласными может быть такое? Ну, тут нужно начать с того, что в прошлом году было изменено российское законодательство, которое буквально ввело полную военную цензуру. Теперь нельзя никак негативно высказываться по отношению к тому, что происходит в армии. И нельзя вообще высказывать свою антивоенную позицию. Все это там карается в зависимости от штрафа до уголовного преследования. Вот, если ты там просто негативное мнение высказываешь штраф, если ты там приводишь какие-то факты, как это было с Ильей Яшином, который рассказывал про Бучу, то уже уголовная деятельность. Мне кажется, что это связано с тем, что, начав полномасштабное вторжение, режим вывел себя из состояния такого равновесия, все равно в котором он находился. И там подумали, что нужно просто все зачистить. Что в этот раз, в предыдущие 8 лет, антивоенная позиция не являлась какой-то угрозой для режима, потому что все это для в целом общества было чем-то далеким, отдаленным. А сейчас это коснется напрямую. Такая позиция может повлиять на общественное мнение, создать проблемы для властей. И поэтому было введено новое законодательство. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, в этом же случае есть те, кто, так сказать, настучали на эту пару. И тут мне кажется, что мы просто сталкиваемся с проявлением той ситуации, когда у нас есть общество в виде такого спектра от активных провоенных людей до активных антивоенных людей. Вторая группа, очевидно, находится в уязвимом положении, потому что вот чуть слова скажешь, тебя могут задержать. А первая группа, наоборот, чувствует свою такую вседозволенность и может делать условно, что хочет. Может даже обвинить кого-то ложным в этом смысле, если, например, с соседом поругался и так далее. При этом опросы говорят о том, что и та, и другая группа не являются большинством. И большая часть людей, за которых, собственно, бьются обе группы в попытках переманить их на свою сторону, это такие люди, которые там своего мнения либо не имеют, либо имеют какую-то конформистскую позицию, что вот как сформируется некое большинство, вот к тому и примкнем. И условно вот такие случаи, они не каждый день происходят, потому что, ну, нету такого большого количества людей, чтобы отслеживать все разговоры людей в каких-то кафешках и ресторанах. Но, тем не менее, да, для борьбы с активистами существует очень большое количество сотрудников различных силовых ведомств, полицейских и так далее, которые там в том числе вместо борьбы с преступностью следят за страницами людей в интернете, чтобы потом на них тоже административные уголовные дела формировать. Вот, так скажем, каких-то добровольных помощников полиции им не хватает, поэтому там очень большой штат, на самом деле прям очень довольно рекордный штат по количеству сил, которые государство направляет на то, чтобы подавлять далекое пока еще от большинства антивоенное сопротивление, вот, которое, если так, сейчас, конечно, находится в страхе и подавленности из-за репрессий, но продолжающая свою работу. И вот после того, как Российская Федерация запустила ракету в жилый дом в Днепре, там погибло, напомню, 45 человек вследствие этого удара, была информация о том, что в более чем 60 городах России люди несли цветы, мягкие игрушки для того, чтобы почтить память мирных жителях, в принципе, всех, кто погиб на войне в Украине. Вот, и на самом деле, с одной стороны, учитывая всю ту информацию, которую вы озвучили, которая была и в сюжете, и о которой я говорила, вот, пример пары в ресторане, возможно, это даже какие-то такие, знаете ли, смелые поступки, потому что люди явно показывают, ну, скажем, недовольство или явно показывают свое настоящее отношение к войне. Но, опять же, это определенное количество людей. Мы не можем говорить, что, в принципе, в России вот так относятся к войне. То есть, если даже 60 тысяч на всю Россию принесли эти игрушки, цветы, это же не означает, что на самом деле большинство жителей Российской Федерации каким-то образом сопротивляются войне или готовы сопротивляться. И мы понимаем, что результаты социальных исследований также, ну, едва ли можно считать сколько-нибудь корректными, просто потому что сейчас на территории самой Российской Федерации любые социальные исследования, они не могут показать достоверную информацию попросту, потому что некоторые люди боятся говорить правду и боятся даже допускать ту мысль, что вот они могут озвучить свое мнение, им ничего за это не будет. Как вы считаете, если не учитывать социальные исследования, что является истинным показателем того, как в России по-настоящему относятся к войне России против Украины? Мне кажется, что лучший показатель это то, что власти не смогли найти добровольцами нужное количество людей, чтобы отправить их на войну, что пришлось проводить мобилизацию принудительную, где там страхом, обманом и всем прочим людей загоняли в армию, что сейчас контрактникам, кто именно служил профессионально многие годы, просто запрещено увольняться, пока не будет издан указ об окончании мобилизации, что существует большое количество людей, которые там не хотят служить, в том числе тех, кто были профессиональными военными. Но это не говорит о том, что они, конечно, все антивоенно настроены принципиально, некоторые люди условно просто не хотят активно поддерживать агрессию. И большинство людей, они просто не участвуют ни в чем. Вот в чем дело. Вот мне кажется, что самая показательная история то, что большинство не занимает какую-то позицию или там условно занимает конформистскую позицию. А именно что антивоенный и провоенный лагерь – это два меньшинства, которые борются за вот это вот большинство, которое находится посередине международной. У Путина не получается мобилизовать людей на свою сторону, в том числе в армию, в том числе в какую-то помощь для армии, потому что государство российское, очевидно, настолько прогнило, что не может тоже как бы… Ну, понятно, там сильные все равно есть какие-то запасы и все прочее. Но, тем не менее, они там что-то там какие-то делают сборы, которые просто выглядят смешно. При этом у нас, у антивоенной оппозиции, очевидно, в данный момент нет достаточных ресурсов, чтобы мобилизовать в свою пользу вот эту вот среднюю часть общества. Потому что репрессии и так далее в прошлом году и позапрошлом году еще очень были большие репрессии в рамках подготовки к агрессии. Вот. Но, условно, мне кажется, что, знаете, ну, невозможно, так сказать, уничтожить правду полностью. Вот мы, условно, там, к сожалению, пока что не идем к победе, но создаем те условия, которые нужны будут для того, чтобы она в один момент случилась. Вот. К сожалению, мы сейчас объективно понимаем, что там наши представления о антивоенном сопротивлении, начало вторжения были такие, что мы думали, что война не будет длиться долго, что мы будем все это время создавать максимальные сложности для российских силовиков. В том смысле, что, условно, полицейские, которые разгоняют митинги, они там не отправляются, я не знаю, обеспечивать какую-то тишину на оккупированных территориях. Мы сейчас поняли, что, к сожалению, так не работает. Вот. И нам, да, у нас не очень много инструментов, к сожалению, остается. Вот. Но мы видим, что люди, которые относятся к категории активных противников войны, вот, что они, получив вот такую идею, возможность, то, что они могут вот те же самые цветы приносить, радостно и воспользовались. Мы общались с этими людьми, они увидели, что это вот такая относительно безопасная ситуация для них. Понятно, что абсолютно безопасной нет. И они поспешили активно в этом принять участие, потому что, ну, там, какие-то другие методы для многих из них недоступны. Вот. Мы, в свою очередь, пытаемся создавать для людей возможности участвовать в антивоенном сопротивлении, которые у нас, безусловно, ограничены, но поиск и предложение какое-то продолжается. Вот. Собственно, как-то так. В нашем эфире, в частности, от российских оппозиционеров, не единожды звучало мнение о том, что на данный момент в России нет общества. И, собственно, показательным является также то, что все-таки случилась эта война России против Украины. Как вы считаете, может ли сформироваться общество после падения режима Путина? Есть ли таковые шансы в Российской Федерации? И может ли это ново сформировавшееся общество, теоретически представим, да, что оно будет, не допустить нового режима? Либо все-таки, если падет режим Путина из-за того, что есть люди, которые не очень хотят думать и которые живут телевизором, они все-таки будут поощрять то, чтобы после одного режима был другой режим. Просто потому, что они знают, как жить в этих условиях, они приспособились к этим условиям, и что-то новое принимать им, возможно, будет сложно. — Знаете, конечно, тут определение, что такое общество, довольно туманно. Если мы говорим про то, что в России будет какая-то монолитно активная группа людей, представляющая большинство граждан, ну, я, честно говоря, сомневаюсь в такой большой массовой политизации и так далее. Вот. Что касается реваншистских настроений там или поддержания нового какого-то авторитарного режима, вот, собственно, то, как сделать так, чтобы этого не повторилось, вот, это большая задача, которую, безусловно, одной из задач целеполаганий, которые мы перед собой в том числе ставим. Мы понимаем, что есть несколько проблем. Это, во-первых, то, что была вот все равно порождена вот эта вот какая-то государственная идеология на ностальгии. Такие ностальгии происходят, условно, часто после, там, как-то первых, не очень удачных форм демократизации. Условно, есть, там, теория волн демократизации, где, там, какие-то страны приходят к демократии один раз, потом скатываются к диктатуре из-за того, что люди недостаточно удовлетворены были новым миропорядком. Потом, извлекая горькие опыты с новой диктатуры, они могут прийти к демократии. Вот. Вот, условно, чтобы у людей не было ностальгии по Советскому Союзу, по какой-то Российской империи и так далее, мне кажется, что такая ностальгия может исчезнуть именно в силу, там, поражения в войне, в силу того, с чем может столкнуться страна. Вот. Вопрос в том, что мы несем большую такую ответственность за то, чтобы эта вот ностальгия умерла с этим режимом. Вот. Потому что, да, там, условно, нужно понять, что нужно пойти совершенно другим путем, там, демократическим, европейским, чтобы, ну, у людей не было вот этих каких-то реваншистских настроений. Тут загадывать, что будет, мне кажется, неправильным. Это вот действительно вопрос того, просто насколько эффективно будет действовать гражданское общество то, которое сейчас в каком-то разгромленном виде есть. Мне кажется, что шансы есть просто потому, что мы уже, опять-таки, учимся на ошибках прошлого. Были ошибки, там, в начале 90-х, в середине и так далее, благодаря чему в итоге пришел в власть Путин и сформировал свой вот этот вот режим. Это вот именно вопрос про и нарративы, и политику, которая должна проводиться, и политику, которую нужно требовать. Вот. Но вторая, да, проблема – это то, что, конечно, существует там режим, существует его идеология, но существует то, что люди столкнулись с тем, ну, что они не верят в политику никакую, что они считают, что политика – это всегда обязательно грязное дело, не чувствуют свою принадлежность к политике, из-за чего большая часть граждан, она просто деполитизирована, не имеет политических убеждений и так далее. И нужно, безусловно, политизировать граждан для того, чтобы они, условно, в том числе могли сопротивляться диктатуре, чтобы они понимали, что демократия для них представляет ценность и так далее. Вот, условно, задач очень много в этом смысле стоит. Мы их воспринимаем как важную вещь, которая нам нужна для того, чтобы снова потом через еще сколько-то лет не оказаться в той же самой клинике. – Богдан, ну, знаете, вот по поводу политизировать, это вот у меня вызывает много вопросов, потому что на самом деле общество или просто люди, не знаю, как назвать жителей Российской Федерации, разных, скажем так, групп, которые поддерживают и не поддерживают войну, но вместе с тем любой человек является частью политики. Нет никого вне политики, так устроен, по крайней мере, этот мир, и я думаю, возможно, было бы достаточно поднять уровень образованности, потому что все люди, которые кричат «можем повторить», они как раз-таки чего-то из истории не знают, чего-то им недорассказали или рассказали абсолютно иначе. И в связи с этим у меня вот такой, возможно, несколько философский вопрос. А с кем нужно главным образом бороться сейчас в Российской Федерации? С самим режимом или с людьми, которые этот режим поддерживают? Потому что на самом деле те, кто поддерживают этот режим, это очень-таки непростые люди. Ведь, как правило, переубедить их крайне сложно. Объяснить им, как на самом деле обстоят дела практически бывает невозможно, особенно если эти люди очень сильно ностальгируют по Советскому Союзу, и почему-то они себе решили, что будет все так же, как в Советском Союзе, если вдруг Российская Федерация проявит агрессию ко всем вокруг, собственно. Они не понимают, что это только приведет к тому, что сама Россия станет нищей, а квартиры им выдавать так никто и не начнет. Так вот, с кем главным образом сейчас стоит бороться? С теми, кто поддерживает режим или с самим режимом? Потому что те, кто поддерживают режим, именно они же и доносы делают, и вот все эти пакости, которые мешают жить тем людям, которые пусть даже если не высказываются против войны, все равно ее каким-то образом не поддерживают. Знаете, тут, мне кажется, есть два направления борьбы, но они параллельные, которые нужно вести, но они не так выглядят немного. С одной стороны, нужно бороться против режима, потому что если мы не будем этого делать, то он может не закончиться, даже если, условно, завтра, например, будет военное поражение Российской Федерации, Путин может каким-то образом устоять, если просто с ним никто не будет бороться, все будут ждать, что он сам закончится и так далее. С другой стороны, именно бороться с активными, провоенно настроенными людьми, мало смысла, потому что их, объективно говоря, не большинство. Бороться нужно за тех людей, у которых там либо своего мнения нет, либо они настроены конформистки. Бороться нужно именно за эту большую группу, которая сейчас является на самом деле большинством. Не против, а бороться за, вероятно. Да. То есть я понимаю, что вы так считаете. Нужно бороться за неопределившихся. Благодарю вас, Богдан, за то, что вы присоединились к эфиру и высказали мнение. Я думаю, что эту тему мы еще будем обсуждать более детально в наших последующих эфирах. Напомню зрителям, что координатор движения «Весна» Богдан Литвин был с нами на связи.